И прямо сейчас важная информация для сноубордистов, горнолыжников и рыбаков. Рубрика «Прогнозы МЧС». В студии заместитель руководителя главного управления МЧС по краю Валерий Терешков. Валерий Ильич, добрый вечер. О чем стоит помнить красноярцам? Добрый вечер, уважаемые красноярцы. По данному гидрометерцентра, предстоящие выходные и последующие недели будут относительно теплые. Днем до нуля плюс йог. Мы ожидаем самые теплые дни. Это 14 марта. Это будет вторник. До плюс четырех. Ночью сохранятся минусовые температуры от 8 до 11 градусов ниже нуля. Самые холодные дни мы ожидаем от четверг-пятница, 16-17 марта до минус 15 ночью. На второе сильная голодезица. Напоминаю, что на участке федеральной трассы М54 в районе Буйбинского перевала и участке Курагина-Чиимшанка возможно сходы лавинь. Поэтому будьте осторожны. Те, кто поедет кататься на горнолыжной трассе Вергаки, гладенькая. А также, кто решил, что поучаствовать в гонке героев, на Шерегеше, которая состоится 11 марта, предупреждаем, будьте крайне осторожны. На этой неделе 6 марта по дороге Курагина-Чиимшанка уже произошел сход снежной массы объемом до полутора тысяч кубических метров. Подсадажки не было. Поэтому, уважаемые красноярцы, будьте внимательны при движении на лавиноопасных участках. На следующей неделе метеозависимым людям красноярцам необходимо быть крайне осторожным. Мы 13, 15 и 16 марта ожидаем магнитные бури до 5 баллов включительно. В Крае увеличилось, к сожалению, количество погибших на пожарах. На этой неделе погибло, к сожалению, 7 человек. На прошлые 4. На этой неделе произошло 49 пожаров. Двое пострадавших со злогами второй и третьей степени доставлены в Краевой Жоговый Центр. Уважаемые красноярцы, вот в эти холодные дни соблюдайте правила пожарной безопасности в жилье. Хотелось бы обратить внимание рыбаков, любителей рыбной ловли. На выходных ожидается хороший клев рыбы. 8 баллов из 10 и включительно. Особенно на щуку и на окунь. Мы ожидаем массовый выход рыбаков на лед, поэтому обращаемся ко всем любителям рыбной ловли. Воздержитесь от выезда особенно и выхода на тонкий лед. Это крайне опасно. Лед сейчас рыхлый, на нем появляются трещины. На водохранилище Березовской ГРЭС толщина льда около 3 сантиметров, а местами 5-7 сантиметров. Это очень опасно. На Абаканской протоке в Красноярске около 20 сантиметров. Особенно мы предупреждаем жителей Красноярска, которые поедут на Красноярское водохранилище. На правой его стороне от верхнего ЕФГС до Тимбереса и Балахта там лед очень непрочный. Большими протаянными. Залив Береза на левой стороне также протален, толщина около 15 сантиметров. Будьте крайне осторожны. Риск провала под лед в этих местах, особенно на автомобиле, 99%. На прошлой неделе под лед провалились уже 2 автомобиля, несмотря на наше предупреждение по предыдущей неделе. Штраф за выход на лед и выезд на тонкий лед от 500 до 1500 рублей. Напоминаем, что ледовое переправо Момотова-Широкого закрыто. Туда нет смысла ехать. В Крае вновь увеличилось количество заболевших ОРВИ и гриппом. За эту неделю в Крае Загистена более 17 тысяч. В случае заболевания показатель заболеваемости выше на 29% по отношению к уровню предыдущей недели. Тогда заболело более 13 тысяч. В Красноярске показатель заболеваемости по отношению к уровню предыдущей недели выше на 46%. На этой неделе заболело около 8 тысяч человек. На прошлой напоминаем 6 тысяч. Ну и предупреждение всем тем людям, которые отправляются в турпоходы в лес. На этой неделе в заповеднике столбы были спасены двое заблудившихся туристов. И еще двоим сотрудниками МЧС помогли выйти из леса. Это в районе города Демногорска, РЖД станции Крючково. Напоминаем, отправляясь в лес, обязательно экипируйтесь правильно. Берите с собой карту маршрута, берите с собой заряженные сотовые телефоны. Уважаемые красноярцы, смотрите прогнозы изыкновения человеческих ситуаций на канале ТВК в это же время. До свидания.